всем большой привет я получила эстафету от оксаны деризы оксана мне предлагает ответить на несколько очень очень интересных вопросов я сегодня опять не в кадре вы меня простите я не подготовленная к съемке поэтому вот фоном будут мои вышивки чтобы вам было не совсем скучно какой-то был интересный фон и постараюсь я ответить на вопросы оксаны кстати я недавно отвечала на вопросы анечки канал вышивалочка и мне нужно было снять две два видео обращения к двум блогерам и я хотела также снять все вопросы для оксаны вот оксана меня опередила и прислала мне первой эстафетную палочку сейчас отвечу на те интересные вопросы и надеюсь что смогу найти время и снять вопросы для девочек как-то не получилось не сложилось потому что очень была загруженная неделя и просто в голове не складываются у меня вопросы поэтому как-то я отложил этот момент оксана меня спрашивает по поводу моей вышивки от ланарты поцелуй так как я эту вышивку очень долго вышивала очень упертая и вышивала преодолевая все проблемы и с третьей попытки я все-таки вышила и сама спрашивает что наверное у меня очень затронул этот сюжет чем-то меня какие-то есть ассоциации с этим с этой вышивкой и спрашивает смогла бы я отдать эту вышивку подарить моим близким если бы они у меня и попросили вот ну во первых скажу сюжет конечно меня очень затронул поэтому я его и выбрала мне очень понравился но здесь даже больше сыграла моя упёрст вот особенно даже если у меня что-то не получается я еще больше как бы начинаю настаивать чтобы выполнить какой-то процесс какое-то дело потому что идет как бы компромисс с самой собой да что вот как бы я не смогла и сдалась я не могу себе позволить сдаться поэтому я борюсь до последнего наверное чтобы доказать себе что я вот сделай победила но сюжет действительно мне очень очень нравится и на самом деле если бы кто-то из моих родственников действительно оценил полюбила те души и понял этот сюжет и попросил подарить я бы подарила и себе вы вышла еще раз уже рука набита столько раз вышивала вышла бы еще раз ну кроме моей мамы вышивки особо как бы так никто не ценит поэтому работа останется со мной я уверена так следующий вопрос чтобы ты предпочла три палитры с х с или одну палитру дмс с х с я никогда не вышивала и вот в планах у меня нет приобретения палитры с х с вообще человек я не такой непридирчивый у меня есть и наборчики скажем так дешевенькие какие ниточки кладет производитель такими я и вышиваю без всяких проблем ну вот целенаправленно с х с я бы не покупала если бы стоял выбор какой-то более дешевой палитры я бы предпочла пнк вот ниточки пнк они очень очень хорошие я их пробовала и они на мой взгляд даже лучше чем дмс да простят меня любители дмс не кидайтесь в меня тапками но действительно нитки пнк они очень качественные и я планирую когда-нибудь купить себе палитру пнк вот следующий вопрос вышиваете ли вышиваешь ли ты с кем-то по skype если нет хотела бы вышивать вот с кем-то по skype оксаночка вообще хотела бы очень хотела бы но наверное как-то не складывается из-за времени потому что вот девочки с кем мы общаемся да у кого дети у кого работал кого какие-то обязанности и наверное поэтому по времени как-то не получается вот к примеру у меня свободное время бывает только после 8 причем это параллельно что-то готовится что-то стирается и вот вышиваю и отвлекаюсь на какие-то дела вот так чтобы свободно сесть и вышивать это бывает на выходных причем очень редко вот сейчас у нас пошла очень активная работа у нас по выходным еще обучение какие-то семинары и вот сейчас снимаю видео и бегом бегу опять же нужно готовить материал садиться за учебу плюс вы понимаете домашние дела стирка глажка готовка ну куда без этого и наверное поэтому по времени просто очень тяжело хотя очень хотелось бы конечно посидеть с девочками поболтать повышивать вместе тоже так здорово следующий вопрос тебе нравится вышивать по подбору или больше нравится вышивать по готовому набору так как я вышивала какие-то мои процессы подбором вот поэтому оксана не задает такой вопрос вообще оксана мне очень нравится вышивать по набору причем мне хочется чтобы набор был очень качественный продуманный чтобы вот открыл ниточки были все развешаны на органайзере не нужно было ничего разбирать канва обработанными с обработанными краями и если бы она еще была и с разметкой меня бы это еще больше устроило чтобы вот открыл просто вот запялил и вперед это просто моя мечта такие наборы чтобы не тратить ни минутки времени на разную подготовку но так складывается что наверное я все-таки без приключений не могу насколько мне нравятся наборы вот иногда я все-таки ввязываюсь в эти истории с подборами причем нахожу какие-то такие старые дизайны где там плохой ключ и что-то нет каких-то данных вот начинаю сама додумываться какие-то ребусы разгадывать и кстати открою немножко тайну на следующий год у меня будут такие процессы где я опять же буду подбирать что-то сочетать что-то выдумывать ну наверное это вот что то есть у меня в моем таком характере что я не могу вот просто чтоб у меня была жизнь спокойно мне нужна какая-то история какая-то проблема чтобы я ее решала поэтому люблю наборы но и без подборов оказывается не могу вот так как сама и еще один вопрос это провокционный с какой птицей ты себя ассоциируешь ну так как я птиц люблю и и вышивать птиц тоже очень люблю вот процент цена не задает такой вопрос но если честно и не было мне никакой ассоциации я как то даже об этом не думала ну вот так на вскидку то что первым не приходит на ул это наверное птичка калибри эта птичка она такая неспокойная постоянно в движении и наверное поэтому я себя может быть с ней могу проассоциировать потому что я все время в движении у меня нет такого чтобы я могла сидеть дома на диване и смотреть телевизор просто такого не существует даже если я смотрю телевизор вообще телевизор я не смотрю мне его дома нет даже его отнесла на работу он у меня работает для рекламы дома я телевизор вообще не смотрю хотя есть один стоит ну так пыль только с него смахиваю если я что-то смотрю то я смотрю это с вышивкой потому что мне нужен чтобы был какой-то результат какой-то продукт должен выходить из под моих рук вообще изме от меня когда я не работала была дома я даже дома себе расписывала всегда делала программу на день домашние дела что приготовить что сделать потом для себя там спортзал какие-то курсы какие-то обучения что мне нужно прочитать то есть я даже дома для себя создавала себе плотную программу чтобы вот не сидеть сложа руки и раскисать а работать над собой потому что работа над собой это тоже большой огромный труд и занимает очень много времени вот ну и наверное поэтому калибри постоянном движении я все время движение я даже хожу очень быстро и на работе я очень так быстро все активно делаю вот а вообще птиц люблю потому что они ассоциируются у меня с свободой с легкостью вот им наверное из царства животных повезло больше всего у них жизнь как-то полегче скажем вот к примеру травоядные они живут в постоянной опаске что их кто-то съест за ними кто-то охотится хищникам тоже не очень повезло потому что им каждый день нужно выходить на охоту и нужно кого-то поймать и съесть чтобы выжить и на них тоже охотятся вот а птичка она зернышко съела какой-то жучка поймала где-то что-то какой-то цветочек летает свободно конечно тоже за ними охотятся есть такие опасения но все равно вот они как-то больше такие свободные и жизнь у них как-то мне кажется повеселее это так мы представлениях вот и конечно буду я еще вышивать птичек сейчас у меня есть несколько наборов которые вот я между собой тусую тусую не знаю что начать что отложить такая головоломка вот оксана я надеюсь я ответила на твои вопросы еще раз большое спасибо мне было очень очень приятно девочки вам желаю хорошего настроения ну и до новых встреч пока